Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы на канале Польза и Вред. И сегодня мы будем говорить о пользе и вреде бытовой химии. Достаточно давно прошли уже те времена, когда порядок в своей квартире домохозяйки наводили при помощи подручных средств. Сегодня, наверное, и не получится сыскать тех из них, которые бы убирали дом с помощью золы или соды. Нашу жизнь в настоящий момент облегчила бытовая химия, благодаря которой уборка дома существенно упростилась и ускорилась. Сейчас существует достаточно существенный выбор бытовой химии. Среди них стиральные порошки, средства для уборки санузлов, для мойки окон и многое другое. Все эти достижения в области науки, несомненно, упростили всем нам бытовую жизнь. Посещая магазины, мы можем сейчас замечать одновременно несколько отделов с различными чистящими и моющими средствами. Выбор на полках супермаркетов действительно достаточно широкий, что позволяет разойтись. Однако стоит также понимать, что в погоне за идеальными и действующими химическими средствами мы забываем о немаловажном факторе, а именно об экологической безопасности используемого вещества. Бытовая химия находится в доме у каждой чистоплотной хозяйки, но стоит учитывать все плюсы и минусы еще на этапе ее выбора. Делать это важно потому, что только таким образом вы нанесете минимальный вред как своему собственному здоровью, так и самочувствию своих близких. Порой даже небольшая доза химических веществ для чистки поверхностей может быть достаточно эффективной. Это важно помнить. Но подумаете ли вы в этот момент о всем вреде, который она сулит? Вряд ли. Как бы ни было странно, но все еще на прилавках многих магазинов можно встретить большое множество химических средств, которые давно запрещены в других странах из-за причинения вреда здоровью. Большинство из этих средств содержат так называемые поверхностно-активные вещества, такие как аммиак, хлор, ацетон и множество других вредных для человеческого организма химических соединений. При попадании на кожу и в легкие данные структуры могут вызвать аллергическую реакцию и даже тяжелые отравления. Но это по сравнению с другими последствиями все еще сущие пустяки, астма, дерматит, всевозможные опухоли, различные онкологические заболевания. Все эти страшнейшие болезни может вызвать, казалось бы, самый обычный стиральный порошок или моющие средства для посуды. Еще одним минусом является само ваше стремление к постоянной чистоте. Порой оно становится болезненным и достигается путем преодоления достаточно болезненных пределов. Уничтожая все микробы и бактерии в доме, несомненно, мы обезопасим свой организм от их прямого воздействия. Но при соблюдении всех этих стерильных условий быта наш организм отказывается самостоятельно бороться с проблемами. При этом вы рискуете сразу же заболеть, так как естественная защита работать уже не будет. Плюсов у бытовой химии гораздо меньше, чем должно было быть в теории. Конечно, бытовая химия облегчит уборку дома и является вашим незаменимым помощником в деле обеспечения чистоты. Особенно нравится обывателям, когда на этикетах производитель указывает то, сколько конкретно нужно средства, чтобы отмыть ту или иную загрязненную площадь. Правда, помимо этого положительных сторон у бытовой химии по сути и нет. Список иссякает. На данном этапе наступает осознание того, что вреда бытовая химия приносит гораздо больше, чем пользы. Внимательней относитесь к тому, какое средство вы приобретаете. Важно, чтобы эти средства не были составлены из фосфатов и прочих опасных для организма веществ. Не стоит забывать также о том, что несколько лет назад можно было держать дом в чистоте и без всех этих средств из категории бытовой химии. Возможно, это будет стоить вам чуть больше потраченного времени, но ваш организм несомненно отблагодарит вас за оказанное ему таким образом уложении. Вспомните, как в доме вашей матери еще в раннем детстве обычная горчица отлично обезжиривала посуду при медье, а вот пищевая сода на самом деле способна отполировать практически любое загрязнение. Чтобы краны в ванной блестели и сияли чистотой, просто протрите их спиртом. При этом даже самый обычный, на первый взгляд банальный лимонный сок поможет избавиться от налета на унитазе. Можно также использовать раствор пищевой соды и уксус, который эффективно устраняет накид и прочие загрязнения на внутренних поверхностях посуды. Одним словом, подумайте дважды, прежде чем использовать средства бытовой химии для чистки своего дома. Особенно это касается сильнодействующих средств с содержанием фосфатов и прочих химических активных компонентов. Ну а мы, пожалуй, на этом закончим. Помните, что задать вопрос или выразить свое мнение вы можете в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. И если вы еще не подписаны, то подписывайтесь и вы узнаете еще много очень полезной и важной информации. А я же всех благодарю за оценки к видео и всем до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok